Прокат электросамокатов добрался и до Одессы. Хаотические парковки двухколесных можно увидеть по всему городу. Преимущество этого вида транспорта в том, что его можно взять в любой точке Одессы и доехать на нем, например, до Аркадии. Отличная альтернатива такси во время пробок. Но с таким резким увеличением количества самокатов в городе появилась другая проблема. Электротранспорт заполнил не только проезжую часть, но и пешеходные зоны. Больше всего такие средства передвижения мешают пешеходам на трассе здоровья и в историческом центре. Велоактивисты подчеркивают, проблема не в количестве электротранспорта, а в велоинфраструктуре, которая в Одессе практически отсутствует. Я в общем за самокаты, потому что это альтернативный вид транспорта. Чем больше на наших улицах будет велосипедов и самокатов, тем меньше будет автомобилей, меньше выхлопных газов, меньше пробок и заторов. Поэтому городская власть должна не мешать развитию этого транспорта, но естественно его как-то регламентировать, чтобы они не стояли там на велодорожках или там помешали там на пандусах пешеходам. Какие-то правила разработать, игры и в общем я желаю этому виду транспорта, чтобы он развивался. Городской департамент муниципальной безопасности предложил установить скоростные ограничения для водителей самокатов. На помощь, правда, должны прийти операторы, которые предоставляют услуги аренды. Любители экологического транспорта не поддерживают полный запрет электросамокатов, но предупреждают. По сравнению с велосипедом, самокат менее маневренный, поэтому ездить на нем по тротуару опасно. Как и велолюбители, электросамокатчики ждут обустройства спецдорожек от городской власти. Есть разработанный проект велосипедной инфраструктуры для Одессы. Есть первый этап, это велосипедный маршрут «Центр Фонтан Таирова», который мы уже ждем, когда начнут наносить. Это будут велополосы на проезжей части, которые там появятся пространства за счет сужения ширины полос для движения автомобилей. Вот должно начаться. Дмитрий Жеман говорил, что в апреле начнем, но в апреле не успели начать, и вот сейчас должно.